МРТ и КТ срочно. Томография на весенний 10 в Серпухове с 8.00 и до 19.00 ежедневно. Мы проводим все виды исследований для взрослых и детей с 8 лет. Современные аппараты позволяют дать заключение в самых сложных случаях без перепроверки в течение нескольких часов. Наша репутация бесспорна. Нас рекомендуют врачи. В клинике ежемесячно действуют новые скидки. Узнать о них можно в печатных изданиях «Московский комсомолец в Серпухове» и «Общественная газета Серпухов», а также по телефону 8 800 101 8031. Томография на весенний 10 – это только качественная диагностика. Здравствуйте! В эфире новости на ОТВ Серпухов. В студии Ирина Зайцева сегодня в выпуске «Главные темы». В формате выездной администрации в деревне Подмоклова прошел расширенный прием жителей. К зиме готовое в комбинат благоустройства Серпухова поступила новая спецтехника. Реконструкция набирает обороты. Городские очистные сооружения скоро превратятся в безотходное производство. В прямом диалоге с жителями по поручению главы городского округа Сергея Никитенко очередной расширенный прием жителей провели в деревне Подмоклова. Вопросы были разные – от благоустройства и ЖКХ до имущественных обращений и социальной сферы. Подробности в нашем сюжете. Деревня Подмоклова – живописное, уникальное место в пойме Аки. Сюда приезжают гости со всех уголков страны, чтобы увидеть уникальный храм Рождества Пресвятой Богородицы в виде ротонды. Инфраструктура деревни в последние годы развивается, проведена газификация, отремонтированы дороги. Но тема благоустройства по-прежнему волнует сельских жителей. Поэтому встреча с заместителями главы округа, специалистами разных подразделений администрации, муниципальных учреждений и депутатами городского совета прямо в деревне оказалось для многих весьма полезно. Людмила Панкратьева обратилась с просьбой удалить аварийные деревья на местном кладбище. Деревья здоровые, большие, наклоненные все. Если упадут на памятники, то памятники, конечно, внеходность. По этому вопросу сказали, будем решать, приедем, попилим. Людмила Григорьевна также попросила установить уличные фонари. Деревня большая, раскинутая, и света нет. Освещение только центральное, чуть-чуть зелёное наше, и всё. Деревню включат в план по устройству уличного освещения на 2025 год. Ещё одна тема – очистка и санитарная обработка питьевого колодца на улице Широкой около дома номер 68. До конца декабря специалисты проведут работы по ремонту и содержанию колодца. Одна из жительниц села Липец обратилась по поводу ремонта внутрипоселковых дорог на улицах Молодёжной и Спортивной. Я приехала поблагодарить, во-первых, весь состав администрации по поводу того, что нам наконец-то сделают уличное освещение в новой застройке. Для нас это очень важно. Во вторую очередь я бы хотела уточнить по поводу дорог. Будут ли у нас отсыпать дороги по улице Молодёжной и улице Спортивной. Я получила положительный ответ и очень поблагодарила за это администрацию. На часть обращений ответы жителям дали в ходе встречи. Другие же будут детально проработаны. Большой Серпухов активно готовится к зиме. В автопарк комбината благоустройства Серпухова поступила спецтехника, которая значительно упростит работу по уборке улиц. Новые машины оценил глава городского округа Сергей Никитенко. В автопарке комбината благоустройства, который обслуживает почти 800 километров дорог городского округа, новые машины и универсальный погрузчик. Благодаря спецтехнике коммунальные бригады стали более мобильными. Соболи – универсальные и незаменимые помощники не только на городских улицах, но и в условиях бездорожья. Их используют для перевозки бригад, рабочих и инвентаря. В связи с увеличением объемов работы по всему городскому округу Серпухов нам закупили пять новых соболей для гидрунных бригад, так скажем, уборка мусора и всего остального общественных территорий. Два елаза – экскаватора-погрузчика. Два погрузчика Амкадора, больших – 352-й, 330-й, 352-й. Для борьбы с навалами снега приобрели и роторный снегоочиститель. Новое оборудование будет использоваться для расчистки улиц. Ротором можно не просто убирать снег с проезжей части, а сразу сыпать его в грузовое авто. В уборке улиц зимой задействуют порядка 80 единиц техники комбината, чтобы оперативно устранять последствия снегопадов. Ежегодно мы уделяем особое внимание ее модернизации и обновления. У нас только за прошлый год более 50 единиц как техники, так и новостного оборудования было приобретено за средства муниципального бюджета. Это очень важно для меня и, наверное, очень важно для жителей нашего городского округа, чтобы как можно быстрее последствия, как обильных снегопадов, либо еще других погодных ненастей устранялись. Устранялись те причины и проблемы, которые мешают нам в повседневной жизни. Новая техника закоплена за счет бюджета муниципалитета. Уже прошла проверку и готова к работе. Реконструкция городских очистных сооружений набирает обороты. Демонтаж объектов, которые выведены из эксплуатации и в технологии очистки не участвуют, проведен на 50%. 32 гектара земли, на которых располагаются крупнейшие в Подмосковье очистные, в скором будущем превратятся в безотходное производство. 172 тысячи кубометров ила будет вывезено из серпуховских очистных на утилизацию. Это 32 карты, которые до недавнего времени находились вот в таком состоянии. В среднем за один год наполняется 7-8 таких иловых карт. Это за один год работы. Дальше он здесь сохнет, дренирует. Сейчас здесь он жидкий, то есть это свежий ил. А так он высыхает и дальше выводится на те площадки временного хранения, которые мы видели, где уже ил был вывезен. Это там, где сейчас строится арматурный цех. День вчерашний и ближайшее будущее экологически важного объекта на очистных сегодня соседствует рядом, как говорится, в шаговой доступности. Небезопасные отходы производства в таком количестве в данном случае главный показатель несовершенства старых технологий, которые использовались при очистке сточных вод более 50 лет. Вот этого не будет при новой технологии вообще. То есть здесь будет стоять цех, который будет производить компост. То есть грунт, который можно сажать траву в нем, поиспользовать при благоустройстве. Серпуховские очистные сооружения, они входят в десятку самых мощных очистных сооружений на территории Московской области. На очистных больше не будет огромных еловых карт, на которых просто отлеживался осадок, источающий не совсем приятный запах. Цель начавшейся реконструкции – улучшение экологической обстановки на территории городского округа Серпухов и бассейна реки Волга, в которую впадают реки большинства подмосковных городов, в том числе и нашей Нары и Оки. Руководитель проекта реконструкции Серпуховских очистных Владимир Черевко уверен, вполне реально вместо 33 месяцев его реализации 26. Качество гарантирует. С 2011 года я занимаюсь реконструкцией очистных сооружений. Самые крупные были Курьяновские очистные сооружения, потом Люберецкие очистные сооружения. Люберецкие – они вообще самые крупные в мире. Они 3 миллиона с лишним кубов в сутки перерабатывают. А также Шатурские очистные сооружения Малой Московской области, Колуменские очистные сооружения, Подольские. Будет чистая вода в Наре, у нас будет чистый воздух. Да, потому что перед проектом предусмотрено строительство и подключение комплектов по очистке воздуха. Насколько изменится занимаемая очистными территория в 32 гектара, пока можно судить только по информационному счету. Но уже очевидно. Экологический объект будет соответствовать самым жестким требованиям времени. Оборудование на очистных сооружениях будет современным, энергоэффективным, а многие процессы станут автоматизированными. Реконструкция позволит обеспечить максимальную долговечность эксплуатации, повышение качества очистки сточных вод. Идет подготовка к началу мероприятий второго этапа, то есть строительство цеха механического компостирования, это уже второй этап. Ну и завершающим это будет благоустройство, которое будет выполняться после того, как все строительные работы будут завершены. Современные очистные – это чистые и аккуратные корпуса, в которых работать будут люди в белых халатах. Космического вида диспетчерские с контрольным оборудованием. Сложные системы датчиков, постоянно проверяющих качество воды. Здесь не будет ни грязи, ни неприятного запаха. Вода будет проходить четыре этапа очистки. Вместо хлорирования будут огромные ультрафиолетовые лампы. Это можно будет увидеть уже через два года. А пока… Здесь происходит обеззараживание. Эпохлорид уйдет, но сама станция, вот это вот обеззараживание, она останется как резервная. А новый цех, который они построят, это будет ультрафиолетом обеззараживанием. Первый этап реконструкции честных набирает обороты. Старые узлы и комплексы постепенно меняют на новые, что позволяет на объекте не прекращать работу. После завершения демонтажа отслуживших свое здание, строительства цеха механического обезвоживания и компостирования, куда ил будет свозиться и превращаться в процессе рекультивации в компостированный грунт. Его можно будет использовать в сельском хозяйстве и благоустройстве округа. Заключен контракт на 5,7 миллиарда, но это только первый этап. Сейчас идет корректировка проекта, потому что проект разрабатывался в 2019 году и там было применено импортное оборудование. Подрядчик провел работу по импортозамещению. Стоимость реконструкции увеличится до 7,2 миллиардов рублей. Основные средства – это средства из федерального бюджета. Качество работы и сроки модернизации этого важного объекта находятся на постоянном контроле руководства муниципалитета и правительства Московской области. Реконструкцию отчистных сооружений планируют завершить к концу 2026-го. У ребят из Серпухова первое место. Итоги регионального конкурса «Служба спасения Московской области глазами детей» подведены. Торжество прошло в культурном центре «Дубровица» в Подольске. В номинации «Помогая людям» лучшей признана работа команды, в состав которой вошли воспитанники проекта «Школьное телевидение» и дети сотрудников аварийно-спасательной службы «Юпитер». В каких случаях нужно обращаться за помощью в 112 и насколько оперативно реагируют спасатели в трудных ситуациях? Вот об этом ролик, в съемках которого принимали участие ребята. И победили в очередной раз, потому что сделано профессионально и креативно. Победителем в номинации «Помогая людям» становится большая коллективная работа. Несколько имен сейчас произнесу. Это Евелина Белянина, Мария Смольянинова, Елизавета Сойна, Артелла Нашкин и Марк Акерпеев. Городской округ Серпухов. Всех вас мы ждем на этой сцене. Привет, Серпухов. Итак, давайте. А, они сняли видео, видеоинтересно. Сейчас девушка, которая живет в самокате, в руках мальчика, зарядывается, наверное, такая беседа. Девушка падает, повреждает руку или ногу. Ногу. И он же оказывает первую помощь. Это очень важно. И здесь звонит на номер, который мы даже все знаете. Сначала морально он мне протекти, а потом звонит с 12. На сцене воспитанники проекта «Школьное телевидение» и дети сотрудников аварийно-спасательной службы «Юпитер». У каждого в процессе съемок была своя роль и свои открытия по итогу работы. Я очень рада, что мы выиграли. В этот раз мы первое место заняли. Я когда снималась, узнала, как принимают звонки. Это было для меня полезно. Своим роликом мы хотели показать, что нужно быть аккуратнее. В случае происшествия звонит с 121, где помогут. Приедут профессионалы, которые помогут тебе решить твою проблему. Творческий конкурс службы спасения Московской области глазами детей проводится в шестой раз. Цель проста, но важна. Привлечь внимание детей к работе службы спасения Московской области. Развить интерес к профессии спасателя, медика или полицейского. Того, кто спешит на помощь. Организаторы уверены, участие в конкурсе – осознание важности работы номера 112 для обеспечения безопасности людей. В этом году жюри пришлось непросто. Выбирать лучшие работы, а это рисунки, аппликации, видеоролики. Нужно было из трех тысяч присланных на конкурс. Самая первая задача перед нами стояла – это популяризация номера 112 112. Мы уже понимаем, что в следующем году будет в системе 112 Московской области 10 лет. Это небольшой, но и не маленький срок. Но каждый житель, каждый ребенок, каждый взрослый, все должны знать, куда и как обращаться. Благодаря этому конкурсу мы доводим этот номер, какие службы в этом службе спасения, кто приходит на помощь, как приходят на помощь. Пытаемся довести с помощью детей их видение, их взгляда на всю эту ситуацию. Церемония награждения победителей – большое торжество. Яркие выступления артистов с трюками, выставка детских работ и море интерактива. Вместе с музыкантом Тёмой Куба зрительный зал написал гимн конкурса. Жители Большого Серпухова имеют уникальную возможность получить высококачественную медицинскую помощь, не выезжая за пределы региона. Первая в нашем городе клиника «Аксиомед» заключила сотрудничество с больницей Пущинского научного центра Российской академии наук, обеспечивая пациентам удобный и доступный путь к выздоровлению. В медицинской клинике «Аксиомед» пациенты могут пройти полную диагностику, получить консультации опытных специалистов и воспользоваться широким спектром лечебных процедур. Здесь ведут прием врачи различных специальностей, включая неврологов, кардиологов, эндокринологов, нейрохирургов и онкологов. Они помогают выявить причины заболевания и назначить эффективное лечение. «Аксиомед» – единственная клиника в нашем городе, где уже год работает программа сотрудничества с больницей Пущинского научного центра Российской академии наук. Благодаря этому у пациентов «Аксиомеда» теперь есть уникальная возможность проходить лечение в Пущино по полису ОМС, не теряя времени в очередях и не переплачивая. В чем она заключается? Первое – в нашей клинике ведут прием, амбулаторный прием врачей. Это невролог, кардиолог, эндокринолог, терапевт, нейрохирург, онколог, травматолог. И, соответственно, те пациенты, которые приходят к нам, они проходят у нас первичный прием. Если вдруг пациенту нужно какое-то срочно оперативное вмешательство или его здоровью нужно более глубокий подход или уже стационарное лечение, то в рамках нашей программы «Спущино» мы туда пишем направление, и наших пациентов туда принимают. В больнице Пущинского научного центра Российской академии наук проводят сложные операции, в том числе на сердце и сосудах, замену суставов. Преимущество уникального сотрудничества клиники «Аксиомед» с учеными обеспечивает пациентам доступ к передовым медицинским технологиям. Они приходят к нам, обращаются к врачу. Врач их ведет в полном спектре этого слова. Он их перенаправляет, если нужно, для хирургического вмешательства или в стационарное лечение. Но после этого, когда пациент приходит уже с заключением, у врача всегда есть ответная реакция. Первое. Он может связаться со специалистом в Пущино и уже совместно назначить конкретно для этого пациента нужное ему лечение. В клинике «Аксиомед» полный спектр диагностических услуг от клинических анализов до УЗИ сердца и сосудов. Современное оборудование, УЗИ экспертного класса, электрокардиограф с функцией холтеровского мониторирования позволяют точно оценить состояние здоровья. Для восстановления организма используются физиотерапевтические процедуры. Кислородная терапия проводится в специальной капсуле-барокамере нового поколения. Во время процедуры создаются условия, аналогичные пребыванию на высоте, что способствует насыщению организма кислородом и улучшению кровообращения. Процедура проводится в комфортных условиях. Аппарат «Мультимаг» помогает восстановить ткани и ускорить процесс выздоровления. В клинике «Аксиомед» пациент чувствует себя уверенно на каждом этапе лечения, окруженный заботой и вниманием медицинского персонала. В Серпухове клиника «Аксиомед» единственная в нашем городе, где налажено сотрудничество с больницей Пущинского научного центра Российской академии наук, что позволяет применить самые эффективные методы лечения. В Московской области за последнее время увеличилось количество наездов на пешеходов, особенно в темное время суток. Госавтоинспекторы Серпухова в очередной раз напомнили участникам дорожного движения о правилах поведения. Госавтоинспекторы и волонтеры раздают водителям и пешеходам листовки с простыми правилами. Водителям соблюдать скоростной режим, пешеходам переходить проезжую часть только по зебре. Сторонам смотрите, когда дорогу переходит? Налево, направо, да, убеждаете. Отлично, молодцы. Для водителей за подобное нарушение предусмотрен административный штраф от 1500 до 2500 рублей, для пешеходов 500 рублей. Инспекторы заверяют, дорожно-транспортных происшествий можно избежать, соблюдая простые правила. Несмотря на то, что согласно правилам дорожного движения водители обязаны уступать пешеходам, пешеходы, в свою очередь, также обязаны, перед пресечением проезжей части, обязаны убедиться, что водитель их пропускает, что их маневр безопасен. Далеко не все участники дорожного движения думают о своей безопасности, в том числе и пешеходы, которые предпочитают переходить дорогу не по зебре, а в неположенном месте. Некоторые люди не знают даже правила, когда ездят, а профилактику лучше побольше делать. Профилактика очень важна, потому что мы, к сожалению, забываем в потоке информации, в потоке своей работы, вообще в нашей жизни мы забываем о том, что помимо нас на дорогах находятся пешеходы, находятся учащиеся, дети и прочее. Поэтому об этом нужно нам напоминать постоянно, чтобы мы соблюдали правила дорожного движения. В связи с наступлением ранних сумерек и ухудшением погодных условий, профилактический рейд – очередное напоминание водителям и пешеходам, как соблюдать ПДД. Железная дорога – территория особой опасности. Чаще всего смертельные случаи фиксируются на опасных тропах. Сотрудники линейной полиции и транспортного отдела администрации округа в очередной раз напомнили о правилах безопасности на железной дороге. Андрей Чернов чаще всего подходит к молодым людям, ведь именно они чаще всего нарушают правила безопасности, которые приводят к трагедии из-за неосторожности. Здесь приходит рейд, направленный на профилактику травматизма, чтобы граждане не прыгали по форме, не бегали по путям, не приходили в неположенном месте. Волонтеры также беседовали с пассажирами на тему соблюдения правил поведения, раздали информационные листовки. К сожалению, многие люди продолжают переходить пути в неположенных местах. Конечно, это опасно. Элементарно, когда движется поезд, может сбить и летальные исходы. Это само собой разумеющееся. Да и опять же, наши сотрудники полиции могут вас оштрафовать. И нужно не просто соблюдать правила, но обязательно покупать билеты и проходить через турникеты. Главное помните, что каждый второй погибший переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Профилактические рейды в Серпухове проводятся регулярно с целью снижения количества трагических случаев на железной дороге. А на сегодня это все. Далее смотрите прогноз погоды. Напоминаем, что на Рутубе в АК-видео мы тоже есть. Всего вам доброго. До встречи в эфире. Низкие цены на лекарства. Весь сентябрь в аптеке Живика на Ворошилово-241. Кардиомагнил – 219 рублей. Фистал – 299 рублей. А также 500 рублей бонусами за покупку через сайт или приложение Живика по промокоду Живика. Сравните цены и выберите аптеку Живика на Ворошилово-241. Продолжение следует... Продолжение следует... Низкие цены на лекарства. Весь сентябрь в аптеке Живика на Ворошилово-241. Магне-Б6 – 569 рублей. Пенталгин – 169 рублей. А также 500 рублей бонусами за покупку через сайт или приложение Живика по промокоду Живика. Сравните цены и выберите аптеку Живика на Ворошилово-241.